Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Я напомню, как всегда в это время, в эфире Бизнес Класса мы встречаемся с самыми успешными бизнесменами России и, собственно, ведем добрую, теплую, задушевную беседу по поводу того, как стать таковым. Тема сегодняшней программы – рынок юридических услуг в России. И сегодня у меня в гостях в студии Бизнес Класса Сергей Елен, управляющий партнер аудиторской консалтинговой группы АИП. Добрый день, Сергей! Здравствуйте, Алексей! Ну что ж, давайте сразу начнем разговор о юридических услугах, и, точнее, даже рынок юридических услугах. Мне кажется, это все-таки достаточно такая обтекаемая формулировка, ну или как минимум подразумевающая под собой огромное количество каких-то деталей. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, Сергей, как это выглядит. Для начала мне хотелось бы сказать, кто представляет данный рынок услуг. Это юридические компании российские, это иностранные компании в лице иностранных представительств, в лице дочерних структур. Это адвокатские образования, это патент поверенные, это арбитражные управляющие, это юридические отделы, функционирующие в рамках коммерческих организаций и некоммерческих организаций. Это подразделения правовые в рамках общественных организаций и в рамках государственных департаментов, в рамках государственных структур. Ну, то есть достаточно большой список. Достаточно большой список структур, да, достаточно. И нужно сказать, что если говорить по общему правилу, то рынок юридических услуг на сегодняшний день не имеет четких рамок, границ, четких требований, четких регламентов. Для каждой категории вышеперечисленных представителей действует свой порядок и свой регламент контроля. Можно говорить, что это не совсем удобно? Или это нормально? Это, в принципе, общая мировая практика? Это не совсем удобно, потому что у нас на сегодняшний день, если говорить подробнее об этом вопросе, для оказания юридических услуг не требуется как такового ни лицензии, ни сертификата. Это фактически любой юрист, зарегистрировавшись в качестве недовольного предпринимателя или создав компанию... Ну, у него хотя бы диплом должен быть, да, юрист? Диплом должен быть, но хотя формально, если говорить, для некоторых услуг даже диплом как таковой не проверяется. Фактически. У нас представителем в арбитражных судах может любой представитель быть. Достаточно выписать доверенности, в общем-то это является достаточно для того, чтобы представлять интересы в суде компанию. Консультацию оказывать тоже, в общем-то, да, конечно, подразумевается, что должно быть образование, должна быть квалификация. Скорее всего, оно у него есть, диплом. Другое дело, какой уровень квалификации проверить подчас очень сложно. Но это не до всех категорий. Например, для адвокатов у них есть определенные требования по получению статуса данного адвоката по контролю. Они приняли свой кодекс этики в 2003 году. Нужно сказать, что общего кодекса этики по юридическим услугам не существует. Есть своя система у арбитражных управляющих. Там функционируют саморегулируемые организации, которые обязательные условия работы арбитражного управляющего, членства в этой саморегулируемой организации. По нотариату там лицензируется деятельность, тоже нотариальная палата контролирует. По патенту, поверьте, он тоже контролирует Роспатент, деятельность данных представителей. А вот целый ряд услуг, консультации, консультации населения, представления в суде, все, что не касается уголовного представительства, там, где нет уголовного преследования, в этом случае достаточно просто регистрации. Моё желание. Да, да. И на мой взгляд, это, конечно, не совсем правильно, потому что подчас очень сложно, особенно если мы говорим про население, люди не про бизнес, подчас очень сложно определить уровень квалификации юриста. Ну и, наверное, можно говорить, что много негативных примеров таких консультаций, как минимум. Много негативных примеров, потому что действительно единственная возможность как-то обжаловать действия или пожаловаться, это только закон о защите прав потребителей. Всего лишь. Да, да. И тут нужно еще понять, куда жаловаться, в прокуратуру, в милицию, в полицию, то есть куда идти, в общем-то, с этим вопросом, далеко, скажем, не каждому гражданину понятно. Да, далеко не каждому понятно, но и потом мы знаем, наверное, тоже много примеров, когда это жалобы и... Без движения остается, потому что формально, ну да, некачественная услуга, ну а реально, реальных механизмов практически нет для привлечения. Вот если сравнивать ситуацию, которая сложилась на рынке юридических услуг России и за рубежом, там это принципиально как-то отличается? Там есть единый регулирующий орган, ну или как минимум достучаться до правды там гораздо проще? Вы знаете, я не могу сказать обобщенно по как-то, по всему миру по статистике. Например, в Британии, к примеру, там существует отдельный порядок тоже лицензирования юристов, которые представляют интересы в суде и юристов, которые оказывают просто консультационные услуги. Но, в общем-то, в любом случае в большинстве стран существует государственная структура, государственный авторитетный орган, который мониторит рынок. Вот, на мой взгляд, у нас проблема рынка юридических услуг, вот в большой его части, в том, что отсутствует какой-то полномоченный орган, который засуществляет мониторинг этого рынка услуг. Вот, на мой взгляд, это отсюда как бы... А инициатива о создании такого органа, она откуда должна происходить? Откуда? Ну, сверху, может быть, или просто сообщество, да, тех, кто занимается? На самом деле, такая инициатива, она проявляется, есть общественные организации. Снизу или сверху? Снизу в основном, наверное. Снизу, в основном снизу. На самом деле, в какой-то степени адвокатское сообщество лоббирует принятие такой концепции, потому что, в общем-то, они заинтересованы, во-первых, в том, чтобы большая часть рынка к ним пошла, на самом деле, они лоббируют свою часть. Но, в общем и целом, конечно, да и, если говорить так, профессиональное юридическое сообщество заинтересовано в этом, потому что идет демпинг, идет очень сильный демпинг за счет огромного количества некачественных юристов, которые выходят на рынок, да, они отработают полгода, год, рынок все равно их выбросит, они не смогут на нем функционировать долго. Ну, за это время они успеют... Ну, и ущерб, да, существенный ущерб. Да, и плюс идет реальный демпинг, стоимость юридических услуг, особенно если мы говорим про малый бизнес, про услуги населению, на мой взгляд, она очень низкая, она ниже, чем в Европе, чем в Америке. И вот за счет таких недобросовестных предпринимателей. А, кстати, есть, ну, я не знаю, на что ориентируется бизнесмен, ну, в частности, ваша компания, да, когда вы прайсы вот этот создаете, да, сколько стоит та или иная услуга, на что вы ориентируетесь? Есть какая-то себестоимость, ведь это сложно, да, здесь определить рентабельность некую. Не, на самом деле, при определении стоимости, прежде всего, ориентируемся на трудозатратность той или иной услуги. В общем-то, имея трудозатратность, сколько часов, дней, человека дней, имея часовую ставку, можно определить стоимость той или иной услуги. Но если она типовая, в общем-то, ее можно, тем самым, скажем так, сделать стандартной и включить в прайс. Вот. Другое дело, какова часовая ставка, какова дневная ставка специалиста. В данном случае здесь двойной подход. С одной стороны, ну, мы, не только мы, в общем-то, мы исходим из затратной части, на самом деле, это все рассчитывается, стоимость рабочего места, прямые расходы. То есть, все это реально? Конечно, аренда, реклама, налоги, все это учитывается и формулируется стоимость рабочего места, есть прибыль, и, в общем-то, можно вывести, скажем так, и себестоимость оказываемой услуги, и, скажем так, желаемую прибыль. Другое дело, что есть рынок тоже, и не всегда желаемая прибыль, в общем-то, и себестоимость иногда приходится подгонять под тот рынок, на котором ты работаешь. И здесь, опять же, имеет большое значение, с каким сегментом ты работаешь. Если ты работаешь с физическими лицами, если ты работаешь с малым бизнесом, это одна ситуация. Если ты работаешь со средним бизнесом, с крупным бизнесом, это другая ситуация. Совершенно разные категории, разные требования, на самом деле. Ну, это понятно. Сергей, скажите, пожалуйста, наверняка у вас есть некая статистика, какие услуги наиболее востребованы сейчас на рынке? Ну, и, в частности, если мы говорим о вашей компании, о группе АИП, вы преимущественно работаете с большим, с средним, с малым бизнесом или с физическими лицами? Вы знаете, мы начинали свои первые шаги в 2000 году, и мы начинали как юридическая компания, и работали изначально с малым бизнесом. Мы специализировались на малом бизнесе, и это мы потому что сами начинали, скажем так, с низов, с двух человек буквально. И поэтому мы отталкивались от малого бизнеса. То есть это вам было ближе и понятнее? Да, это ближе, мы сами были, ну, как бы, в общем-то, и есть малый бизнес. Нам это было все понятно, и, соответственно, мы отталкивались от него. Но по мере расширения, по мере роста, в общем-то, мы в какой-то момент поняли, что работа с малым бизнесом и работа с крупным бизнесом – это не одно и то же. Нужно вырабатывать совершенно иной подход, нужно вырабатывать совершенно иные регламенты, внутренние работы, рекламный и продажный сервис. То есть совершенно другая концепция. И мы параллельно разрабатывали продукты, подбирали группы специалистов для работы со средним и с крупным бизнесом. И, в общем-то, я считаю, что это все успешно у нас получилось. Наиболее востребованные услуги, если говорить про тот же малый бизнес – это представление интересов в суде, это претензионная работа, это досудебное взыскание за должности, договорная работа. Если говорить про население, то в основном люди решают свои бытовые вопросы – раздел имущества, наследство, сделки с недвижимостью. В общем-то, как правило, то, что сталкиваются они каждый день. Ну и вы, соответственно, ориентируясь и на один, и на второй, и на третий, и на четвертый сегмент, вы, прежде всего, решаете свои все-таки бизнес-интересы, желая побольше получить прибыли, или ориентируетесь на какую-то конъюнктуру рыночную? Условно говоря, вот сейчас наиболее востребованы вот такие случаи. Давайте мы этим займемся. – А это взаимосвязано между собой, потому что востребованность диктует то, что диктует, соответственно, условия компаний, которые участвуют на ней в разработке продуктов по данной потребности. А, в общем-то, соответственно, если она востребована, значит, она и даст прибыль для компании. – Это взаимосвязано между собой. – Сергей, спасибо. Мы сейчас прервемся. У нас новости на Финам.ФМ. И после новостей продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Сергей Елин, управляющий партнер аудиторско-консалдинговой группы АИП. И мы говорим о рынке юридических услуг в России. Ну что ж, Сергей, давайте продолжим. Значит, вопрос следующий. Помимо того, что наши российские бизнесмены занимаются, да, указанием определенных услуг и бизнесу, и физическим лицам, существуют ли иностранные компании на российском рынке? И как, вот, собственно, вы делите с ними эту поляну, что называется, и не конкурируете ли вы, да, в этом смысле? – Да, спасибо вам за вопрос. Иностранные игроки пришли не так давно, лет 10 назад иностранные компании начали выходить на российский рынок. Изначально они выходили как, скажем так, спутники транснациональных компаний, сопровождая сделки по ним, сопровождая их деятельность. Но на сегодняшний день немножко поменялась ситуация на рынке. И сейчас, в общем-то, дальше, даже вот если говорить про тот же период 10 лет назад, была такая сегментация. Иностранцы занимались сопровождением транснациональных компаний и сделок, все, что связано больше с зарубежной частью. Российские юристы специализировались на тех вопросах, которые требуют знания российского законодательства, тонкости, да. – То есть то, что они оказались на российском рынке, это вполне логично, да? – Вполне логично. – Они не занимали нишу какую-то свободную, они пришли просто… – Нет, они пришли следом за бизнесом, да, который, скажем так, у нас пришел с появлением рыночной экономики. Но на сегодняшний день немножко ситуация изменилась, и, в общем-то, эта грань размывается. И сегодня, если говорить, то, в общем-то, иностранные компании активно пытаются занять нишу то, что раньше было выводчиной, скажем так, российских компаний. Так и наоборот, в общем-то, скажем так, уровень наших российских юридических компаний, он растет, на мой взгляд, очень быстро растет. И, в общем-то, с точки зрения квалификации, с точки зрения опыта, наши российские компании могут абсолютно конкуренцию составить иностранным компаниям. Другое дело, что есть все-таки стереотип, есть менталитет, есть имиджевые какие-то составляющие для тех же иностранных компаний. Но, в общем и целом, границы размываются, и иностранные компании российские стараются захватить как можно большую часть. Ну, с точки зрения развития рынка, вы считаете, это позитивный фактор все же? Здоровая конкуренция, да? Я считаю, это позитивный момент, положительный факт, потому что иностранные компании, на самом деле, принесли технологии, технологии, которых не было в России, технологии сервиса, технологии продаж. Да, ведь если говорить о развитии этого рынка юридических услуг, ну, условно говоря, после того, как Россия получила статус рыночной экономики, у нас не было наработок никаких, наверняка, да? Ну, не вспоминая то, что было при советской власти, а вряд ли там можно говорить о каких технологиях. И абсолютно разные вещи. Можно быть сильным юристом, можно иметь высокую квалификацию, но совершенно разные вещи сопровождать клиента, грамотно его встретить, предоставить ему сервис, обеспечить службу качества, систему внутреннего контроля, систему учета взаимоотношений с клиентами, CRM-системы. Это такой комплекс технологий вопросов, которых у нас не было, и нужно сказать, что в малом бизнесе это до сих пор еще весь пробел, и далеко не у всех компаний, которые работают с малым бизнесом, этим могут похвастаться. А, кстати, почему это так? Они все-таки относительно дорогие, да? Они дорогие, они дорогие, потому что на самом деле это тянет за собой, если мы говорим, что рынок диктует стоимость цены, а попробуй, одно дело, да, можно уложить свою стоимость работы, как юрист, если ты вышел на рынок, взял себе соратников из пяти человек, начал работать. Небольшую комнатку снял. Сняли, начали работать, да. Вы сами зарплату не платите, сами себе, скажем так, зарабатываете на хлеб. Но другое дело при этом позволить взять себе рекламщика, взять себе маркетолога, взять себе, построить управленческий учет, внутренний контроль. Это все затраты, а это все напрямую ложится на стоимость продукта, который продается. Я понял. Сергей, если можно поподробнее о группе АИП, в частности, вы говорили, да, что создана она была в начале 2000-х, вот уже практически больше 10 лет вы на рынке. 13 лет уже. 13 лет. 13 лет. Скажите, пожалуйста, вот более детально, да, о перечне услуг, которые вы непосредственно оказываете, ну и о вашем месте на рынке в России, да, насколько крепко вы стоите на ГАД? Ну, вот уже 13 лет мы работаем на данном рынке. Мы являемся аудиторско-консалтинговой группой, в общем-то, это многофункциональная группа. У нас есть юристы, аудиторы, бухгалтера, оценщики, арбитражные управляющие, адвокаты. Начинали мы в 2000 году как юридическая компания, но по мере развития, как я говорю, у нас появлялись новые департаменты, департаменты аудиторских услуг, департаменты оценки. На сегодняшний день мы входим в рейтинг крупнейших компаний. По разным рейтингам он отличается, на самом деле здесь есть элемент субъективности. Ну, рейтинг, да. Да, по рейтингу ждал аудитор, грубо говоря, мы на 11 месте, по рейтингу эксперт мы на 42-м. То есть, ну, я могу уверенно сказать, что в топ-50 мы входим, как ни бери по всем рейтингам, скажем так, если даже суммировано взять. Вот. У нас на сегодняшний день более 100 человек работают в Москве, два офиса на Полянке, на Варшавке, плюс региональные представительства по России, партнерские региональные представительства. Угу. То есть, в регионах вы тоже представлены, да? Да, в регионах мы представлены. Но в регионах, на самом деле, у нас это стратегическое, скажем так, план стратегического развития. На сегодняшний день у нас порядка, ну, не порядка, 12 у нас представителей, партнерских представителей. То есть, мы планируем расширять, и, в общем-то, недостаточная представленность в регионе, хотелось бы больше, и, в общем-то, это у нас один из пунктов нашего следующего развития. Ну, это здорово. Ну, с другой стороны, когда мы говорим о регионах, да, так сказать, экспансии, все время выделяем, что вот есть рынок, условно говоря, крупного столичных городов, там, Москва, Санкт-Петербург, чем он примечательный, этот рынок, да, то есть, многие услуги востребованнее, чем в регионах, да, соответственно, клиенты ваши, да, платежеспособнее, чем в регионах, ну, и отсюда вот все получается. Так и есть, да. Некоторые услуги, которые, в принципе, только в Москве, да, то есть, если мы говорим про тот же Рязанский регион, ну, там другой спектр услуг, другая стоимость часовая должна быть, но там, на самом деле, себестоимость ниже. Ниже все же, да? Конечно, ниже, ниже уровень зарплаты, ниже уровень аренды, там, другая экономика абсолютно. То есть, можно говорить о том, да, что вот есть картины центрального, ну, условно говоря, там, да, столичных городов, больших городов. И вся остальная Россия. Москва все равно, на самом деле, стоит особняком. Даже Питер, он все равно, Питер, как ни крути, это все равно не Москва. Несмотря на то, что вторая столица, да, принято считать. Да, 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 есть поправка. Так, значит, все же, еще раз поподробнее об услугах компании, да, в частности, вот, чем вы занимаетесь? Ну, если говорить о юридических услугах, потому что, в общем-то, тема нашего сегодняшнего разговора на юридические услуги, у нас работает 45 штатных юристов, мы занимаемся представлением в суде, занимаемся аутсорсинговым сопровождением бизнеса, мы фактически можем заменить полностью штатные юридические отделы. Да, в частности, у нас есть опыт, где мы выполняем функции штатного юридического отдела в компании с филиалами, порядка 70 филиалов по всей России. Это же интересно, да, аутсорсин, когда вы предоставляете, нет проблемы, что ли, связанные с тем, чем конкретно компания занимается? То есть, в любом случае... Проблемы нет, но специфика есть, потому что требуется погружение, в общем-то, интеграция в бизнес, да, потому что это взаимосвязано, даже не только в бизнес компании. То есть, нельзя говорить, что юридические услуги, это вот, условно говоря, создать правильный договорчик, да, а он по большому счету ведет. Особенно, если мы говорим о серьезном аутсорсинге, компании с филиальной сетью, где штат, там, ну, не 10 человек, а сотни человек, это очень непростая задача. Непростая задача, она требует, во-первых, погружения не просто в бизнес клиента, она требует погружения в бизнес в распределение функциональных обязанностей внутри этой компании. Она требует выстраивания регламентов взаимодействия, начиная от сроков реагирования, за какое время мы должны отреагировать, в какое время предоставить, кто что предоставляет, где зона ответственности. И когда вот с этим сталкиваешься, вот это как раз та ступенька, когда ты приходишь от малого бизнеса, ты понимаешь, что, в общем-то, совершенно другая ситуация, совершенно другой подход, и требуется вырабатывание технологии для работы, для обслуживания, когда взаимодействует с нашей стороны не один человек, и с той стороны не один человек. И все это нужно не задублировать, и все это уложить в некую технологию. Занимаемся представительством в суде, занимаемся юридическим консультированием, внешнеэкономическими сделками занимаемся, занимаемся арбитражным управляющим, у нас штатно-арбитражный управляющий, занимаемся процедурой банкротства. На мой взгляд, мы одни из лидеров в данном вопросе, у нас очень сильные позиции по банкротству, нам это знакомо, и более чем знакомо, в общем-то, это наша одна из специализаций. Я считаю, что, в общем-то, мы фактически охватываем основной спектр услуг, которые необходимы для бизнеса. Исключение составляет какие-то специфические вещи, которые, в общем-то, мы за них беремся, просто у нас партнерская сеть, и, в общем-то, мы в этом случае привлекаем партнеров для реализации, для того, чтобы обеспечить потребность клиента. Ну, в данном случае это просто мобильнее, проще, да, наверное, без особых затрат, просто партнеру делегировать задачи. Конечно, конечно, на самом деле, потому что, как ни крути, специализация, она имеет значение, и, в общем-то, заниматься, и когда я говорю, что мы беремся за разные вопросы, я не говорю, что у нас один или тот же человек занимается всеми этими вопросами. В общем-то, все равно, конечно, специализация, это необходимые условия для качественного оказания услуги. Ну, а с частниками работаете, да, с физическими? С частниками работаем, да, но в отдельном весе частники составляют, наверное, мало, процента 3-5, вот, ну, в силу я не могу объяснить, почему, но, в общем-то, в то же время мы с удовольствием беремся, с удовольствием беремся за представление интересов в суде по гражданским делам, суды со страховыми компаниями, в общем-то, раздел имущества, все это наши вопросы. Вот, видимо, большая часть, да, нашей аудитории наверняка будет, будет интересный, да, разговор о том, как решаются, ну, в судах, в частности, вот, споры с страховыми компаниями, да, для частных лиц. Вот для этого нужно что? Нужны желания, нужны возможности, нужна квалификация юриста для того, чтобы дойти непосредственно до решения проблемы, потому что, ну, вот, разговаривая, по крайней мере, да, с теми своими знакомыми или нашими слушателями непосредственно, у кого такой опыт был, все, в конечном итоге, ссылались на то, что все затягивается во времени и что дороже этим заниматься, чем отказаться от этого на первом этапе. Ну, я, на самом деле, не соглашусь с этим. Ну, вы, как профессионал, безусловно, с этим не согласитесь. Нет, на самом деле, просто перед тем, как затевать спор, надо просто проанализировать ситуацию, потому что, вот, если говорить об ответственности, в общем-то, у нас нужно понимать, что получить решение суда, выиграть суд, это еще только полдела, но другое дело, будет ли возможность исполнить это решение суда, потому что тоже юридическое лицо у нас отвечает только своим имуществом. Если компания из одного человека, у нее ничего нету из имущества, ничего с ней, в общем-то, не возьмешь. Получится решение суда, и этим все закончится, действительно. Сергей, очень интересно, мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, мы послушаем, потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем рынок юридических луз в России, и у меня в гостях Сергей Елен, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы АИП. Замечательный разговор, мы с вами, давайте, продолжим его, вот эта вот история с физическими лицами, как правило, действительно, вначале проанализировав ситуацию, ну, как бы поняв, да, что есть смысл этим заниматься или нет смысла? Перспектива взыскания. На самом деле, можно, даже бывает так, что, поняв, что перспектива взыскания мала, или, скажем так, далеко непонятна, все равно в некоторых случаях имеет смысл заниматься, но человек должен принимать это решение осознанно, понимая перспективы и не имея иллюзий по этому поводу. И мы, на самом деле, вот наша концепция в честности с клиентом, мы по-честному скажем перспективы, скажем, что вот да, ты можешь понести какие-то расходы, но нет гарантии, что ты получишь результат. Но если мы говорим про те же споры, например, со страховыми компаниями, это, как правило, крупные компании, с которых, если она только не вошла в стадию банкротства, с нее можно и нужно требовать, и дело будет, в общем-то, имеет смысл судиться, имеет смысл бороться. При том, что, в общем-то, стоимость услуг юристов можно взыскать за счет ответчика и тем самым компенсировать затраты на привлечение юриста. Ну, то есть, что надо рассматривать, да, опять? В контексте каждой ситуации, да, потому что ситуация, ситуация рознь. А в каком-то случае, если сумма небольшая, в общем-то, и в каком-то случае, может быть, затраты действительно будут... Сопоставимы, да, может... Хотя, можно сказать, что бывает, что имеет смысл разбить ситуацию на этапы, и часто многие вопросы решаются досудебно. Та сторона, получив, например, рисковое заявление или претензию, или был сделан звонок, и проблема решается, в общем-то, не все... То есть, люди идут просто на мировую... Да, если разбить даже условно дорогостоящую процедуру на несколько этапов дешевых, возможно, будет ситуация решена, и проблема будет решена еще на первом этапе. Но, с другой стороны, опять, для того, чтобы, да, вот таким образом квалифицированно ситуацию изменить, нужен профессионал... Консультация, как минимум, нужна, да. Как минимум, консультация. Вот, продолжая этот разговор, можно ли, можно ли, да, это вопрос вам, Сергей, можно ли говорить о том, что все-таки, ну, я не знаю, может быть, эта ментальность каким-то образом влияет, что в подавляющем большинстве случаев люди пытаются самостоятельно решить какие-то спорные вопросы, не привлекая профессионалов, ну, экономия, может быть, да, на оплате услуг, или пока, может быть, у нас так еще не принято обращаться профессионалам. Я, естественно, наверное, могу вспомнить, да, или провести аналогию, ну, с теми же Соединенных Штатами Америки, где ни одно движение, наверное, просто, да, физическое, без услуга юриста, без консультации юриста, просто люди не делают. У нас пока, наверное, да, уровень еще не таков. Уровень не таков, низкий, на самом деле, уровень еще правовой грамотности населения, особенно, если говорить, вот, в масштабе страны, он, наверное, низкий. Хотелось бы, чтобы вводился тот же предмет, да, образование. А предмет на уровне школьного образования? На уровне школьного образования. Я считаю, что должен быть, конечно, предмет на уровне школьного образования, где базовые какие-то принципы, базовые принципы были бы, излагались бы, и человек хотя бы более-менее был, если не юристом, ну, скажем так. Ну, ориентировался хотя бы в пространстве, конечно. Я не могу сказать, что обращаются редко. Другое дело, что иногда они могут дойти, скажем так, до юриста, долго решаются где-то на этом месте. Ну, это серьезные поступки, конечно. Да. И хотя, на мой взгляд, хотелось бы посоветовать просто упреждать. Многие вещи можно не допускать до спора, до конфликта, и просто элементарно, скажем так, отсутствуют профилактические мероприятия. А как это, если можно подробнее, как выглядят профилактические мероприятия? Ну, я не знаю, может быть, на каком-то примере взаимоотношений между физическими лицами? Если человек делает, например, сделку, связанную с продажей квартиры, вот не тогда, когда уже возникла проблема с договором, когда он получил отказы, или когда возник спор между продавцом и покупателем, он обращается с данной проблемой, когда уже возникла проблема, и за него, на самом деле, придется заплатить дороже, потому что для решения... Ее надо решать. Ее надо решать. А пройти, скажем так, прийти на консультацию, и получив, скажем так, консультацию, и даже, по сути дела, можно получить пошаговый алгоритм для дальнейших действий, будь то сопровождение сделки с недвижимостью, или представление интересов в суде. На самом деле, это абсолютно нормальная практика, когда к нам приходят и говорят, у нас нет средств, вот напишите нам заявление и расскажите, как это сделать. Мы с удовольствием скажем, куда обратиться, инстанции, напишем исковое заявление, если нужно, дальше человек может сам идти и судиться. Но это уже совершенно другая ситуация. Он гораздо меньше и времени потеряет, и, скажем так, на меньших... меньше ошибок, допустим. Меньше ошибок, да, но и меньше расходов, что тоже важно. Ну и вот, все же, на ваш взгляд, да, это нежелание, наверное, или отсутствие решимости обратиться к профессионалу, оно где? Оно вот в подкорке пока еще находится? В подкорке, мне кажется. Мне кажется, в подкорке, может быть, еще часто есть такая проблема юристов. Юристы не всегда говорят человеческим языком со своими клиентами, а, в общем-то, учитывая низкий уровень нашей... Ну, с другой стороны, Сергей, вот вы абсолютно верно заметили, не всегда говорят человеческим языком, но, с другой стороны, можно сказать так, да, клиент не всегда понимает то, что говорит юрист. Ведь юрист, я так понимаю, несознательно, да, вот витиеватовствует, так сказать, да, чтобы его не было понятно. Просто он говорит своими категориями, они непонятны обычному человеку. Ну, знаете, вот мне, так же, как преподаватель, я вот еще с института, хороший преподаватель и сильный преподаватель, он может говорить и простым языком, и сложным, и он понимает... Или как минимум расшифровывает сразу же, да? И он понимает, на самом деле, это в этом тоже заключается определенный уровень профессионализма, что он понимает, кто перед ним сидит, и как с этим человеком нужно разговаривать для того, чтобы увидеть, что человек понял то, о чем ему говорят. И, ну, на мой взгляд, это не от высокого уровня квалификации юриста. Скорее наоборот. Скорее наоборот, да. Если ты общаешься, если ты сидишь на юридических консультациях с пенсионерами, ну, нельзя говорить юридическими категориями. Конечно. Согласен, Абсолютно. И в этой связи следующий вопрос. Мы говорим о квалификации. Вот на ваш взгляд, достаточно сейчас специалистов приличной квалификации или в России отсутствие, да, или там дефицит этих специалистов? И где, в принципе, получить, я имею в виду сейчас образование, да, где, в принципе, можно получить сейчас в России приличное юридическое образование? Это огромная проблема. Фактически все, в один голос, юридическое сообщество, в общем-то, и в других отраслях консалтинга говорят о том, что очень огромный кадровый голод наблюдается в России. Несмотря на то, что у нас порядка полутора тысяч вузов, факультетов юридических, которые выпускают юридические... Каждый год, каждый год полторы тысячи, каждый год, ни по одному, ни по два. Да, это именно факультетов, вузов, это не специалистов, юристов. Юристов у нас учатся на сегодняшний день порядка, по разным тоже рейтингам, 700-900 тысяч юристов. Другое дело, что большинство из них потом уходят в другие отрасли экономики, но учится огромное количество людей. Но специалистов из них, даже не то, что... По пальцам. По пальцам. Мы днем с огнем ищем юристов. Более того, мы даже в какой-то момент поняли, что мы их и не найдем в стаженном количестве. Мы были вынуждены создавать учебный центр на своей базе. Нету специалистов. А в чем проблема? Проблема в том, что... У нас огромный разрыв между теоретическим образованием, которое дают вузы, и реальной практикой. Вот мне импонирует на самом деле схема и алгоритм работы, как существует, которая в правоохранительных вузах. Когда человек последние два года совмещает работу и учебу. И он когда вот придет... То есть он ногами, да, уже все проходит. Он ногами походил, он понял, что с него требуют, он понял, что ему нужно. Он приходит учиться совершенно по-другому. Он уже знает, что ему нужно, в каком объеме. И где-то он даже лишнее, на самом деле, тоже отбросит, но возьмет то, что ему необходимо. Ну, смотрите, вспоминая опять советские времена, там, недавние, да, можно говорить о том, что... Ну, наверное, во всех, и в гуманитарных, и в технических вузах, была такая замечательная штука, как практика. Вот сейчас этой практики нет, получается? Практика есть. Мы работаем, например, с порядка четырех-пяти вузов. Но вот я не знаю тоже, как объяснить, почему так происходит. Во-первых, практика очень короткая. Она всего два-три месяца, если не ошибаюсь. Ну, что это за практика? Не больше трех месяцев. Это одно дело, наверное, какое-то, да? Человек даже не успевает вообще понять, где он ощутился. Во-вторых, мы даже задаем вопрос вузам. Вот вы скажите, вот у вас есть из тех, кого хотите направить на практику, те, кто реально хочет работать, кто реально хочет учиться, кто реально готов, как сказать так, инвестировать свое время в то, чтобы, ну, фактически... Стать профессионалом. Фактически он должен тоже учиться. Это он нам пользы принесет, пока на данном этапе значительно меньше, чем мы потратим время на его обучение. И, как ни странно, вот из группы, там, в 15 человек, хорошо, если один человек, который вот мы... Да вы что? Или человек говорит, что да, я хочу, но реально он не готов сидеть весь день, он хочет уже с обеда уйти. Да, да, да. Ну, то есть, реально, как ни странно, еще не все хотят... Ну, даже если взять группу в 15 человек, хорошо, один нашелся тот, который... А остальные 14, они зачем там сидят все эти 5 лет? Я не знаю. Многие, может быть, идут, может быть, как бы, не знаю, модная специальность... Ну, модная специальность, нам почему... Я не знаю почему. Какое-то время назад, Сергей, наверное, вы тоже под это в оветрие попали. Какое-то время назад, да, самыми модными были юристы, финансисты, да, кто там еще, не знаю, экономисты. Но они модные не потому, что у юриста красивая форма и фуражка с кокардой, а потому что есть перспективы. Я пойду юристом, я знаю, там, адвокатом, я пойду еще кем-то, я буду зарабатывать деньги. Значит, я пришел получать диплом юриста, а потом меня приглашают учиться работать, зарабатывать деньги. И я почему-то этого не хочу делать. Это парадокс какой-то. Ну, я не могу вам объяснить, почему так происходит. Но на самом деле еще тоже возникает проблема и у тех же консалтных компаний. Для нас это серьезно, мы долго готовились к тому, чтобы брать этого человека и фактически год вкладывать в его обучение. Год вкладывать, это в чистом виде. Он более-менее начинает приносить пользу, но в лучшем случае, если он толково способный через полгода. Он этот год получает какие-то деньги? Он получает какие-то деньги, но он получает небольшие деньги. Но даже для того, чтобы платить ему небольшие деньги, это все равно затраты. А более того, они не все готовы получать маленькие деньги. И их тоже можно понять, потому что это многие из них представители регионов. Ему надо снимать квартиру. Молодой человек, ему нужно какие-то тоже, ну вот реально платить тому же практиканту больше чем на 15-20 тысяч рублей. Это сложно. Это сложно и даже эту сумму тяжело платить. И более того, еще возникает проблема, что ты в него вкладываешь год, а потом он отучился. Через год, да. В какой-то момент, где-то он чуть-чуть его упустил, и он ушел в другую компанию. То есть я для конкурента практически специалистов вырастил. Да, а есть у нас правовая конструкция, ученический договор для того, чтобы, скажем так, постраховать. Но нужно сказать, что здесь тоже есть подвохи для работодателей. Конечно, потому что у нас, в общем-то, законодательство на стороне, как ни странно, работников. Трудовой кодекс. Трудовой кодекс весь полностью на стороне работников, а не работодателей. И, в общем-то, в случае этого спора, я вам скажу, что с очень большой вероятностью мы его проиграем. И поэтому вы должны понимать, что... Даже юристы, да? Даже юристы, да. Представляете, что говорить обо всех остальных. Кстати, два слова буквально об учебном центре. Как он выглядит? Это отдельная структура какая-то, да? Это отдельная структура, отдельное юридическое лицо, некоммерческое образовательное учреждение. Изначально мы планировали его как в двух направлениях. В рамках работы по внутреннему обучению наших специалистов, повышению квалификации. Плюс внешнее обучение для наших клиентов. Многие из них мы делаем, на самом деле, бесплатно в виде, скажем так, клиентской поддержки. Обучение клиентов. Чему вы учите клиентов? Не совсем я понял. Я поясню. На самом деле, если мы обучаем клиентов как общим вопросом, связанным с финансово-правовым. Наш учебный центр соответствует нашему профилю. Это финансово-правовые вопросы. Начиная от постановки управленческого учета, если мы говорим про бизнес, который встал на ноги. И заканчивая тем, что когда буквально люди приходят и хотят сделать какие-то первые шаги в бизнесе, не зная, с чего начать, как работать, как вести учет, как контролировать бухгалтера. У нас есть отдельный курс для начинающих предпринимателей, где мы рассказываем азы налогового законодательства, бухгалтерского законодательства. Это бесплатный курс? Для наших клиентов он бесплатный. Если клиент просто обратился именно конкретно за данной услугой, на самом деле он абсолютно недорогой. Порядка полутора тысяч рублей дневное обучение. Мы стараемся в коротких промежутках времени вместить только практику, только суть, минимум воды, максимум. Фактически на пальцах объясняем, что делать, куда идти. Что делать, основу законодательства нашего. Здорово. Но с другой стороны, нет ли здесь парадокса? Вы за небольшие деньги практически разжевываете человеку, как строить бизнес, а в то же время вы могли бы получить его в качестве клиента и за большие деньги помогать ему двигаться в этом же направлении. Одно другому не мешает. Сережа, я прошу прощения, мы сейчас еще раз прервемся, потом вы ответите на этот вопрос. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем рынок юридических услуг в России. И у меня в гостях в студии бизнес-класса Сергей Елин, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы АИП. Сереж, ну вот парадоксальный, на мой взгляд, парадоксальный ситуация, да, есть учебный центр за небольшие деньги, я рассказываю безусменно, что делать, вместо того, чтобы за большие, ну или там большие деньги, помочь ему в этом самостоятельно. Вы знаете, одно другому, в общем-то, не мешает, я бы даже сказал, даже помогает. Если мы ведем клиента, предположим, как бухгалтера, осуществляем функции аутсорсинга по юридическим вопросам или по бухгалтерским, нам самим проще общаться, если человек хотя бы минимально грамотен, и мы хотя бы более-менее начинаем говорить на одном языке. Он не станет все равно юристом, он не станет, скажем так, аудиторам, они все равно будут востребованы. Да, просто фактически мы ему помогаем ориентироваться в этом пространстве, ориентируются в системе государственного контроля по некоторым вопросам, в основах законодательства, и это абсолютно не мешает. Но плюс ко всему мы делаем те же программы, обучающие именно для профессионалов тоже, для бухгалтеров, повышение квалификации, для юристов по узким вопросам законодательства, на введение законодательства. То есть это, в общем-то, это все присутствует у нас в работе. Я предполагаю, а точнее даже знаю, по крайней мере, по другим примерам, что подобные учебные центры, они все-таки нерентабельны. То есть, создавая учебный центр, вы не ставили себе задачу диверсифицироваться еще раз, и давайте зарабатывать еще на обучении. То есть основная задача все-таки какая? Привлечь дополнительных клиентов, или пресловутую грамотность чуть-чуть увеличить. Знаете, абсолютно правы. Не то, что нерентабель, но даже на самом деле, особенно в течение года это в чистый убыток получается. На второй год более-менее, скажем так, на нулевый уровень выходит. Здесь задача, во-первых, повышение клиентской лояльности, тем самым мы даем дополнительные бонусы нашим клиентам, и косвенно это влияет положительно на наш имидж, на качество наших услуг. Плюс ко всему, как я сказал, огромная проблема с кадрами. Мы тем самым повышаем уровень нашего персонала. Нет возможности на рынке обеспечить достаточное количество профессионалов. Мы вынуждены их учить у себя. И фактически, с одной стороны, если напрямую считать экономику, это дело невыгодное и убыточное, но если смотреть в перспективу немножко шире... Конечно, что нужно делать, да? Стратегически. Это на самом деле очень... и фактически большинство крупных компаний к этому приходят. Да, да. Я соглашусь, я соглашусь. А кто, собственно, читает эти курсы, эти лекции? Ваши же сотрудники или вы привлекаете кого-то? Нет, вы знаете, на самом деле, в процентном соотношении, может быть, процентов 10-15 считаем мы сами, наши сотрудники. Плюс ко всему мы привлекаем лекторов, преподавателей, в общем-то... Значит, если говорить о сотрудниках, то это, может быть, тоже какой-то один из способов поднять квалификацию сотрудника, потому что человек, который периодически читает лекции, он как минимум готовится, он структурирует те вопросы, которые... Но тоже немногие хотят. Для этого жилка должна быть. Должна быть жилка, да. Должна хотеть этим заниматься. Ну, собственно, вы сейчас как раз начали разговор о взаимоотношении с клиентами. Вот, если можно, расскажите, Сергей, пожалуйста, как в группе АИП выстраиваются эти взаимоотношения, какие факторы являются ключевыми, то есть на что вы делаете упор, да, прежде всего, для того, чтобы действительно сохранить или даже повысить лояльность вашего клиента? Ну, есть, скажем так, в этом вопросе общие, скажем так, общоэтические, скажем так, моменты, ценности. Это такие, как ценность, честность. Мы всегда с клиентом, даже в убыток себе в каком-то случае, мы всегда скажем перспективы, скажем, реально нужно это или не нужно, и вот мы никогда не, скажем так, вопреки своей совести не будем продавать услугу, которая не нужна клиенту. Есть моменты поддержания взаимоотношений. Мы всячески стараемся, чтобы эти отношения, скажем, были похожи на дружбу, скажем так. Мы стараемся вникать не только в профессиональную суть вопроса, но, скажем так… И о личном поговорить, да? — Хорошее настроение — это тоже наша работа, какая-то серия. — Хороший юрист — это еще хороший психолог, да? — Да, да, да. Но в то же время, на самом деле, мы тоже столкнулись с такой проблемой, что нам пришлось делать отдельный отдел по работе с клиентами, который не занимается, скажем так, профессиональными услугами, это не юристы, это не бухгалтеры, а не аудиторы, это отдельно люди, которые занимаются сопровождением клиента. — То есть общением, да? — Общением, да, которое помогает клиенту не потеряться при переходе из одного отдела в другой. — Ведут его за руку, да, буквально. — Ведут его за руку, да, который следит за тем, чтобы клиент получил во время документы, потому что вот при всем, как бы специалист хороший не был, но это единицы людей, которые могут совмещать в себе и высокий профессионализм как специалиста, и коммуникабельность клиентскую, тактичность. Плюс ко всему нужно это постоянно тренировать. — Нет, потом мне кажется, я представил ситуацию, смотрите, он профессионал, да, с большой буквы, он подготовил пакет документов, и, собственно, его задача какая, да, передать его клиенту, но он не сам пойдет это делать, он отдаст, условно говоря, курьеру. Все, а учитывая, да, что компания большая, курьер заблудился, или там положил, пошел чайку попить. — Да. — И вот начались проблемы, когда клиент сидит, ждет, здесь все готово, а где документы, никто не знает. — Или когда клиент говорит, я хочу у вас получить юридическую услугу, потом встать на учет по бухгалтерии, потом еще хочу там то-то, то-то. Юрист не удержит в голове все эти потребности. — Совершенно верно, он свою задачу решит. — Он свою задачу, да, и его нельзя обвинять, потому что если он будет думать обо всем, он не будет... — Конечно, заниматься своим делом, конечно. — И это тоже момент перехода от малого бизнеса, когда мы начинали троем сидя за столом, мы совмещали все эти функции в себе, а в какой-то момент ты понимаешь, что, в общем-то, нужно выходить за эти рамки. — Ну, потому что втроем, да, это возможно, а когда... — Потому что у тебя, условно говоря, там четыре клиента, да, а когда у тебя их сорок... — И уровень мотивации немножко тоже другой. — Конечно. — Одно дело, когда ты, ну, как бы, скажем так, в режиме наемного работника, а другое дело, когда ты... — Сам для себя, сам для себя. — А вот эти люди, которые занимаются непосредственно с клиентом, коммуникациями, они кто по профессии? — Они, на самом деле, мы приоритет даем людям с базовым экономическим, юридическим образованием, потому что нам легче их, скажем так, ориентировать, легче им строить работу. — Ну, они понимают, о чем речь. — Да, но, в общем-то, это фактически, как это у них и менеджерские функции, мы, перед тем, как взять на работу специалистов по работе, у нас называется отдел по работе с клиентами, мы фактически в неделю у нас, он только ходит на каждый день на обучение, мы потом принимаем у него экзамен, только после этого мы берем его на работу. Потому что вот фактически человек, когда только приходит, у нас была такая ситуация, что мы брали сразу человека, он выходил, он не знает, с чего начать, он не знает информацию о компании, он не знает, как говорить, не знает, что говорить. Начиная от того, что сценарий ответа по телефону, он должен быть, скажем так, единый для всей компании. Приветствия. — Доброжелательность. — Доброжелательность. — Нужно стандартизировать, унифицировать, и, в общем-то, этому всему нужно научить еще человека. — Это нелегко, согласен. — Это нелегко, да. — То есть в очередной раз стоит констатировать, да, что чем бы мы в России-матушке не занимались с вами, проблема квалифицированных кадров все-таки существует. — Она не только в консультанке, мы же общаемся с разными. — Конечно, конечно, я об этом и говорю. — Такая проблема во всех отраслях. — Хорошо, Сереж, немножко времени осталось, давайте поговорим о перспективах, о ближайших перспективах, о ближайших перспективах группы АИП, ну и, в принципе, как будет рынок юридических услуг в России себя чувствовать. Я небольшой подтекст все-таки подоплеку, в связи с чем я этот вопрос задаю, а в связи с тем, что ситуация в российской экономике заставляет многих задумываться о том, что, ну, его этот бизнес может быть, да, сейчас какие-то перспективы-то не особенные в ближайшее время, может быть, свернуть его, да, отсидеться где-нибудь в деревне. Как вы видите рынок юридических услуг, Сереж? — Вы знаете, вот практика показывает, что, в общем-то, кризис, он не идет во вред юридического бизнеса, он, скорее, наоборот, подталкивает определенные, не все сегменты, но, скажем так, отдельные сегменты, тот же институт банкротства, то есть юристы без работы не останутся, и более того, 20-30% в среднем рост идет рынка юридических услуг. И, на мой взгляд... — Кстати, вспоминая кризис, вот как вы вышли в восьмой год? — Да, на нас он фактически не отразился, этот кризис, да, то есть мы его, скажем так, не почувствовали. Вот, но я считаю, что у нас нехватка квалифицированных компаний, которые оказывают именно сервис, и еще бы, которые недорогой оказывают сервис, но в то же время качественный сервис. Не хватает таких компаний, несмотря на огромное количество... — То есть сервис, опять, имеется в виду комплекс какой-то? — Комплекс, комплекс, начиная от того, что как клиента встретили, что ему предложили, как ему ответил телефон, по телефону секретарь, и какую услугу оказали. И нужна ли была ему эта услуга, в общем-то, в конце концов, не была ли она ему навязана, скажем так. — Совершенно верно, совершенно верно. И я считаю, что все-таки перспектива юридического рынка, она сведется к тому, что введут единые требования и, скажем так, создадут рамки для... законные правовые рамки для контроля, для мониторинга рынка юридических услуг. Я считаю, что тем самым повысится входной билет на данный рынок для тех, кто желает заниматься этим бизнесом. Но в общем и целом это скажется положительно на рынке... — В любом случае, к конечному клиенту, да, это же плюс, это плюс, потому что это скажется на услуги, на качестве услуги, я как потребитель, да, получу только плюсы. — Я очень надеюсь еще, что у нас какие-то будут, скажем так, государственные программы, связанные с дотацией для юридических услуг, для социально не обеспеченных... — Сейчас есть такие дотации? — Вы знаете, они и есть, но если говорить по-честному, то они часто носят характер, скажем так, формальный. — Галочку, галочку. — Галочку, оказали услугу. — Ну, во-первых, ее оказали не всегда качественно, во-вторых, не сделали саму, то есть, ну, квартиру не помогли оформить бабушке, да, и проконсультировали, но она не сможет сама это сделать. — Она и не запомнила ничего. — А где она возьмет деньги, чтобы это все сделать? — Никак это не сделать. У нас отсутствует институт, скажем так, финансирования экспертов, которые бы помогали бы разрабатывать законопроекты, которые бы вносили свои, скажем так, предложения. Фактически у нас это идет сейчас на факультативной основе. То есть, у нас есть там порядка тысячи экспертов, зарегистрированных в Министерстве юстиции, но это инициативное, скажем так, дело. — Ну, то есть, это люди, которые сами, да, что называется, за идею. — За идею, да. Может быть, какие мотивации, но, в общем-то, но все равно это не системно, это единично, скажем так. И в большинстве, скажем так, европейских стран существует практика, когда эксперты привлекаются в нормальном режиме, на возмездной основе, и, в общем-то. — А уровень нашего законодательства все-таки, наверное, говорит о том, что такие инициативы нужны. — Нужны, конечно. Потому что у нас многие те же законопроекты потом меняются каждый квартал чуть ли не, потому что не всегда проработаны до конца законопроекты, и потом принимаются законы, которые тоже... — Ну и, соответственно, вам, да, на ходу опять меняются какие-то правила, да? — Ну, нам-то, может быть, это и не, скажем так, привычное дело, мы мониторим постоянно законодательство, ну, в общем, если в целом говорить для граждан, это, конечно, это усложняющий фактор, это сложнее актироваться в этом во всем. — Хорошо. Спасибо огромное, Сергей. Собственно, все, практически все вопросы мы сегодня с вами осветили. Спасибо вам огромное, что нашли время, чтобы посетить студию. Уважаемые слушатели, я напоминаю, сегодня в эфире программы «Бизнес-класс» был Сергей Елен, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы «АИБ». Мы обсуждали сегодня тему рынка юридических услуг в России. Спасибо, Сергей. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания. Продолжение следует.